Всем привет! С вами I Love Create School и в этом видео уроке я расскажу вам, как плести вот такое вот кашпо, как панно на палочке или на коряшке. Вы его можете подвесить. И это настенное кашпо, то есть его вешают на стену, а не просто возле окна. И вот такое вот оно необычное, красивое, все узорчистое. Для этого кашпо нам понадобится хлопковый шнурочек для макраме трехпрятный, вязанный или плетеный, с сердечником или без. Я использовала макарони Катон Филит 5 мм, 14 отрезочков по 4 метра. Хвостики у меня остались длинные, поэтому я сделала не кисточку, а вот такую вот плетеную кисточку. Если вы хотите просто, чтобы свисали хвостики, тогда вы можете делать 14 отрезочков по 3 метра. Также нам понадобится коряшка или палочка ровненькая 25-30 см, на которую мы подвесим эти 14 отрезочков ниточки. Ну все, давайте приступать! Навязываем все 12 отрезочков на коряшку или на палочку. Можно начинать из центра, можно сбоку, как удобнее. И плетем первый ряд узора, который будет состоять у нас 14 ниточек, да, из 7 ромбиков репсовых узлов. В каждом ромбике будет участвовать по 4 ниточки. Мы берем сначала третью ниточку слева и делаем репсовый узел за вторую ниточку и за первую. И теперь берем снова третью ниточку слева и делаем репсовый узел за четвертую ниточку. И теперь вот мы вот так вот сделали вот эти вот грани ромбика. Теперь будем внутрь плести. Берем крайнюю левую ниточку и делаем репсовый узел внутрь. Теперь берем вот эту ниточку, левую руку и правой рукой делаем репсовый узел внутрь. И закрываем наш ромбик. В правую руку берем ниточку, левой рукой навязываем репсовый узел. Первый ромбик готов. Точно так же мы будем делать все ромбики в ряду. Снова берем третью ниточку и делаем за две вот этих ниточки два репсовых узла. Один. Два. Теперь за четвертую ниточку делаем репсовый узел. И теперь плетем внутрь. Да? Снова с этой стороны. В правую руку теперь берем ниточку узелковую. Делаем один репсовый узел. В левую руку берем ниточку, делаем еще один узел внутрь. Да? И снова в правую руку берем ниточку, делаем узел, который закрывает наш ромбик. И так плетем до конца ряда. Первый ряд готов. Мы можем приступать ко второму ряду. Во втором ряду будет 6 ромбиков из репсовых узлов. А вот эти две ниточки мы уже не будем плести. Мы будем плести первый ромбик из вот этих четырех ниточек. Снова берем третью ниточку. И точно так же, как в первом ряду, делаем два репсовых узла. Справа налево. Теперь в эту сторону. И внутрь. Один репсовый узел с этой стороны и второй с этой стороны. Закрываем снова в эту сторону, да, слева направо, чтобы все узелочки в ряду нас смотрели в одну сторону. Вот так. И переходим к следующему узлу. Снова берем, к следующему ромбику. Снова берем третью ниточку. Плетем справа налево два репсовых узла. Слева направо один узел. И внутрь. Слева направо один узел. Справа налево один узел. И закрываем слева направо. Таким образом плетем еще четыре ромбика. Вот эти две ниточки оставляем свободными. Второй ряд готов из шести ромбиков. И точно так же, как мы плели эти два ряда, мы продолжаем плести, пока у нас не останется один ромбик посередине. То есть, всего у нас будет семь рядочков. Семь ромбиков, шесть ромбиков. В следующем ряду пять, четыре, три, два и один. Мы сплели все семь рядов. Теперь берем по шесть ниточек с каждой стороны, с краешка. Отступаем по тридцать сантиметров. Да, вот так вот, тридцать сантиметров. И будем плести один большой ромбик по центру, который будет спереди нашего вазончика находиться. Как мы его плетем. Итак. Разравниваем ниточки. Отступаем примерно тридцать сантиметров. И берем первую ниточку, первые две ниточки, да, которые ближе всего к центру находятся. И делаем репсовый узел. Один, два. Сейчас я вам буду показывать поближе. Так, сделали вот этот центральный репсовый узел. И теперь продолжаем с остальными пятью ниточками, да, справа налево. В левой руке у нас находится узелковая нить. Правой рукой мы навязываем... Так, подождите, я не ту ниточку вела... Репсовые узлы. Так вот, вот у нас остались крайние пять. И с ними, со всеми мы делаем репсовый узел. Постепенно делая диагональку. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. И шесть. И в другую сторону точно так же делаем с остальными пятью ниточками репсовые узлы. И теперь мы будем делать диагональные обриды внутрь. Узор, который у нас внутри будет, это будут переплеты вот так вот ниточек наружу. То есть сейчас мы будем начинать заплетать самых центральных ниточек. Смотрите. В правую руку берем узелковую нить. Она у нас одна, продолжает свой путь. И теперь берем вот эту вот центральную ниточку слева, и за нее делаем репсовый узел. Далее берем следующую ниточку и делаем репсовый узел. И так с каждой. И то же самое делаем с этой стороны. Берем в левую руку узелковую нить. И начиная с центральной ниточки завязываем репсовые узлы. И ведем диагональ внутрь. Делаем один центральный репсовый узел. И я еще делаю два квадратных узла здесь по бокам. То есть они должны быть на уровне вот этого ромба, да, но уходить чуть-чуть в сторону, чтобы сбоку поддерживать вазончик. То есть вот так вот я отступаю и делаю квадратный узел. Можно этого не делать, но чтобы вазончик не уехал в сторону, можно и сделать. Отступаем еще 10 сантиметров. Держим все наши отрезочки. Берем ниточку примерно 50 сантиметров. Хвостик сверху оставляем. Держим здесь петельку руками. И обкручиваем вокруг. Нужно даже чуть повыше. Смотря какой у вас вазончик. И обкручиваем несколько рядов. Вытягиваем в петлю ниточку. И верхнюю ниточку подтягиваем наверх. Затягиваем все плотненько. Сверху хвостик обрезаем. Тут очень важно плотно затянуть этот узелочек. Потому что он держит ваш цветок. Чтоб цветок не уехал вниз. Хвостики лишние обрезаем. Оставляем сколько вам нужно. Если у вас остались длинные хвостики. И вам жалко их обрезать. Вы можете сделать из всех этих отрезочков. Которые длинные. Вот такие вот узлы. Смотрите. За одну. За вторую. Ниточку держим. За одну. За вторую. И это будет такая вот интересная и необычная кисточка. Сейчас вы посмотрите. Когда она станет длинной. Она начнет немножко закручиваться. И наше кашпо готово. Вот такие вот у нас получились красивые хвостики. Очень украсили они наше кашпо. Я уверена, что ваши получились даже лучше, чем мое. Обязательно делитесь фоточками. Отмечайте наш марафон. И до новых видео.